Добрый день, дамы и господа! Меня зовут Анна Давыдовская. Сегодня мы поговорим про брендовые и небрендовые запросы и про то, как определять эту информацию в метрике и для чего она нам нужна. Итак, поисковые запросы бывают брендовые и небрендовые. Брендовый запрос – это поисковая фраза, содержащая название компании или сайта. Небрендовый запрос – это прочие поисковые фразы, так называемые коммерческие. Когда мы говорим про брендовые запросы, мы должны помнить, что учитываются запросы во всех формах написания. Кириллицы, латиницы, слитные, раздельные, с какими-то опечатками. То есть надо продумать все варианты того, как люди могут писать и иногда даже коверкать название вашего сайта или вашего бренда или компании. Итак, брендовые запросы. Для чего нам знать информацию про них? Ну, во-первых, для оценки и управления узнаваемостью бренда. То есть это ответы на вопросы, ищут ли меня, насколько я крупный как организация, как бренд. Это мы сможем увидеть в отчете поисковые запросы, произведя сегментацию по брендовым поисковым запросам. Также с помощью этого сегмента мы сможем оценить и в дальнейшем увеличить размер, лояльный к бренду аудитории. То есть это ответ на вопрос, кто меня ищет. И ответ этот содержится в отчетах группы аудитории. Также нам нужна эта информация для управления позиционированием бренда. Это ответ на вопрос, как меня ищут. И ответ этот содержится в отчете поисковые запросы. И, наконец, брендовые запросы, информация о них поможет нам оценить эффективность каких-то имиджевых мероприятий. Например, отдачу от медийной рекламы, отдачу от оффлайн рекламы. То есть мы разместили щит по дороге в аэропорт, где показываем людям свой бренд, чтобы они его запомнили. И потом можем посмотреть с помощью метрики, как увеличился всплеск запросов с поиском информации о нашем бренде. Или, наоборот, не увеличился. Я желаю вам, чтобы после таких мероприятий спрос только рос. А мы с вами идем дальше. Хочу еще сказать, что брендовые запросы, по сути, это прямой трафик. И когда вы анализируете поисковый трафик, имеет смысл брендовые запросы оттуда исключать. Не брендовые запросы. Для чего нам сегментировать их? Во-первых, для SEO, чтобы ответить на вопрос, ищут ли мои товары и услуги вообще. Ответ на этот вопрос в отчете поисковые запросы. Также для SEO это отвечает на вопрос, релевантны ли страницы входа тем запросам, которые делают люди. Это отчеты группы содержания. Также знание о небрендовых запросах в метрике нам поможет исследовать интересы аудитории. То есть ответить на вопрос мы сможем, что ищут. Открываем отчет поисковые запросы, смотрим там, что же ищут. На нашем сайте. И, наконец, мы сможем составить портрет целевой аудитории. Ответить на вопрос, кто делает конверсионные запросы, например. Можем посмотреть конверсию в отчете поисковые запросы, а также отчеты группы аудитория. Перейдем к сегментации. Будем сегментировать сначала брендовые запросы. Пример такой сегментации вы видите сейчас на экране. В принципе, он одинаковый будет для любого сайта. Вы используете группировку сегментацию «последняя поисковая фраза». Используйте оператор «собака», который учитывает вхождение строки в любом регистре. И обязательно убедитесь, что вы используете условия «или», если у вас несколько вариантов написания вашего бренда, сайта и так далее. Вот я сделала такую сегментацию в отчете поисковые запросы. И самый многочисленный запрос «Яндекс.Метрика», что это такое и как это работает. Мы сейчас с вами смотрим отчеты счетчика, который установлен в помощи «Яндекс.Метрики». И я хочу знать, кто все эти люди, кто так активно интересуется «Яндекс.Метрика» и слышал про нее, но не понимает, не знает, что это такое и хочет разобраться. И я беру этот запрос «Яндекс.Метрика», что это такое и как это работает. Делаю сегментацию по нему в отчетах группы «Аудитория». То есть в отчете «География», «Отчет возраст», «Отчет пол». И могу увидеть, что основная часть посетителей, которые делали такой запрос, это мужчины из России в возрасте 25-34 года. Таким образом, я только что составила портрет аудитории, которая интересуется брендом «Яндекс.Метрика». Теперь про сегментацию небрендовых запросов. Все аналогичным образом при сегментации брендовых запросов с той лишь разницей, что условие здесь обязательно должно быть «И», а не «Или». Потому что мы хотим исключить все, каждый, любой брендовый запрос из результатов нашей сегментации. Но точно так же мы здесь используем оператор «Собака», который учитывает вхождение строки в любом регистре. И используем также оператор «Восклицательный знак», который задает отрицание. То есть мы смотрим визиты, в которых последняя поисковая фраза «Не метрик», «Не метрика» и так далее. То есть вы здесь подставляете название своего сайта, бренда, все, что вы относите к брендовым запросам. И что мы видим в отчете? Мы видим в отчете с такой сегментацией самый конверсионный запрос «Яндекс.Цели». И тут настало время проверить, а туда ли ведет пользователей запрос. Переходим в отчет «Содержание страницы входа». Сегментируем его по последней поисковой фразе «Яндекс.Цели». И видим, что большая часть визитов совершалась на определенный URL, который вы сейчас видите на экране. Давайте посмотрим, тот ли это URL. И при переходе по этой ссылке у нас открывается страница помощи, в которой рассказывается про цели. Как мы помним, запрос у нас был «Яндекс.Цели». Все классно. Небольшой лайфхак. Когда вы делаете сегментацию, вы можете не помнить, есть ли тот или иной сегмент в метрике. И вам и не надо это запоминать. Вы можете воспользоваться строкой поиска в настройке сегмента, как показано на моем примере на экране. И второй лайфхак – это переход в сегментацию сразу из отчета. Например, вы видите какую-то заинтересовавшую вас группировку в отчете и хотите отсегментировать весь отчет только по посетителям с таким условием. Вы нажимаете на значок фильтра рядом с группировкой и вуаля, сегмент автоматически формируется. На этом наш ролик про брендовые и небрендовые запросы подошел к концу. Если у вас остались вопросы, ответы на них вы, несомненно, найдете по ссылкам, которые вы сейчас видите на экране. С вами была Анна Давыдовская. Спасибо вам за внимание. Высоких вам конверсий. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok